С урбанистикой полный провал. Тут невозможно не ходить, не ездить, нигде, без машины. Моя, например, зарплата считается маленькой. Всего 18 тысяч месяцев. Это как бы вообще ни о чем. 56 тысяч 104 человека. Именно столько покинули Алтайский край за три года. Полсотни тысяч. И это только по официальной статистике. То есть эти люди снились с регистрационного учета. А сколько уехал, на самом деле остается только гадать. По данным Росстата, чаще всего наши переезжают в Новосибирскую и Кемеровскую области, Краснодарский край. Также жители Алтайского края стремятся в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Что касается зарубежья, здесь в лидерах Германия. За три года туда уехало 402 жителя Алтайского края. По статистике у нас, допустим, убывают в иные субъекты и за пределы намного больше, чем прибывают граждане. Убывают, как правило, у нас в территории Алтайского края трудоспособная часть населения. Это возраст у нас идет от 17 до 45 лет. Соответственно, дети несовершеннолетние, потому что уезжают семьями. Уезжают студенты, кто-то уезжает на заработки в соседние регионы. Уезжают и те, кто недоволен низкими зарплатами и уровнем жизни в целом. Уехал я, конечно, не спонтанно. В течение полутора лет прозондировал почву, готовился, потому что понимал, что со мной семья, что нужно ее кормить как-то. Уровень жизни тут выше намного. Даже, допустим, если кто-то получает ту же зарплату, что и на Алтае, допустим, такая же зарплата, то на коммунальные платежи он будет тратить гораздо меньше, соответственно, а свободных денег у человека будет больше. Очень много парков, очень много развлечений, небарных так называемых развлечений. Чего не скажешь о Барнауле, который умирает в 21.00. В 10 вечера еду-то сложно заказать. И это говорит только о том, что город не развивается в сторону лояльности к жителям. Город развивается в какой-то другой вещь, скорее всего. Там масштабные стройки, новые микрорайоны, но при этом абсолютно отсутствует лояльность к населению. В прошлом году Алтайский край попал в список географии отчаяния. Она основана на данных по числу самоубийств, гибели от алкоголя или наркотиков в российских регионах. Из 79 субъектов наш край занял 67 место, то есть мы почти попали в десятку антилидеров. Эксперты связывают это с темпами роста региональной экономики, уровнем безработицы, общим состоянием рынка труда. Алтайский край на сегодняшний день занимает последнее место по уровню заработных плат в Сибири. Суицид на первом месте, мы в красной зоне, детский суицид. Вот вам реализация молодежи и все темы. Уровень разрыва по зарплатам, он гигантский. Реализовать себя они не могут. То есть разрыв вот этот с помощью интернета, современных технологий, он ускорился. И люди, по сути, остались одни сами с собой, брошенные в сельской местности. В Алтайском крае живет 50% в сельской местности. У нас все едут в Москву, чтобы развивать свои проекты, потому что именно оттуда все распределение идет. Так построена система центральная. И пока ситуация не меняется, желающих уехать из региона меньше не становится. А значит, Алтайский край и дальше ждет отток мозгов и рабочей силы. А так хорошо здесь все. Вот если бы не погода, было бы потеплее, я бы, конечно, нормальный здесь. Здесь родилась девушка. Здесь мои бабушки, прадедушки, дедушки, которые воевали. Все похоронены здесь, живут, и поэтому я никуда не собираю всех. Хотя была возможность в Германию уехать.